Несмотря на то, что в этот раз оперативное совещание проходило в полном председательстве, я имею в виду, присутствовал и премьер-министр Назаров, и руководитель Госсобрания Константин Борисович Толкачев, и сам дорогой Радий Фаритович, безусловно, Хабиров занял своей персоной большую часть оперативного совещания, как по времени, так и по объему. Сейчас все медийные усилия органов государственной власти и подконтрольных им СМИ сосредоточены на задаче доказать населению годность дорогого Радия Фаритовича к использованию на второй срок в качестве руководителя Республики Башкортостан. Ну, не знаю, до конца не верю в то, что за два месяца, которые остаются до выборов, а это даже меньше, чем два месяца, опровергнуть все печальные итоги и последствия правления Хабирова в сознании населения не удастся. Я вообще полагаю, что это невозможно. Большой это вопрос, смогут ли переубедить избирателей. Ну, а если твои пиарщики это, простите, Барданов и Кельсенбаев, этот вопрос уже не вопрос на самом деле, а просто анекдот. Длинный рассказ о том, какой он замечательный, способный и успешный, Хабиров начал с того, что в Бирске установил новый монумент. На этот раз это памятник двум православным святым, Петру и Февронии Муромским, являющимся символом традиционной русской семьи. Как известно, из блога самого Радия Хабирова на обратной дороге из Бирска Хабиров слушал очистительный курай, видимо, уравновешивая в своей душе тягу к православию и к своим исконным, как говорится, генетическим корням. Далее Радий Хабиров строго сообщил, что посещение дощатой конструкции в Чешминском районе, которую Хабиров и его товарищи почему-то именуют визит-центром музея кочевых народов, так вот посещение этой дощатой конструкции теперь обязательно для школьников и пенсионеров, и в скором времени последних начнут свозить туда автобусами. Ну, даже, возможно, организует какое-нибудь кафе, конечно же, с шашлыками, но это, как говорится, не точно. В своем бесконечно долгом вступлении к оперативному совещанию Хабиров упомянул и посещение форума «Инопром». Благоразумно умолчав о своем фиаско с презентацией башкирского дрона, Хабиров особые надежды возложил на производство электрических двигателей для беспилотных летательных аппаратов, а также упомянул и об открытии некого центра искусственного интеллекта, видимо, в связи с окончательным разочарованием в природном интеллекте своих подчиненных. Но это, собственно, и неудивительно. Если бы я ежедневно всматривался в преданные лица Борданова и Кельсинбаева, я бы точно, как Хабиров, заговорил на все лады о необходимости искусственного интеллекта. Продолжая экскурсию по славным делам прошлой недели, Хабиров сообщил, интересную, кстати говоря, новость, по крайней мере, это интересная точка зрения. Ради Фаритович заявил, что всякий рейтинг – это вам не просто тщеславие, а надежный источник денежных ассигнований. Жалко, что Хабиров не сообщил, во сколько нам обходится участие в этих рейтингах и какова действительно реальная монетарная отдача от этих рейтингов в бюджет Республики Башкортостан. Хабиров рассказал, что к нему на прошлой неделе приезжали важные узбеки из Каракалпакстана. Это такая часть Узбекистана. Эти самые узбеки показали Хабирову много-много денег, но поддержать они их ему не дали. И теперь Хабиров планирует нанести им ответный визит. Ну, естественно, за бюджетный счет. Наверное, станет убеждать каракалпакцев, или вот этих вот богатых узбеков, доверить ему те самые несметные богатства. Я со своей стороны надеюсь, что узбеки эти на самом деле хотя бы в детстве читали сказку про поле чудес и страну дураков. В своем вступительном слове Хабиров продолжал демонстрировать повышенную заботу о жителях Зауралья. На этот раз он бесконечно позаботился о жителях Училов. Он пообещал, цитирую, не сейчас, но когда-нибудь потом, разобраться с проблемой водовода в Училах, который находится в катастрофической ситуации и грозит в ближайшую зиму лопнуть и оставить населенный пункт без воды. Хабиров, впрочем, сказал, цитирую, в этом году денег нет, уже все раскидали, но вот потом... Конец цитаты. Звучало это примерно так. Перевожу с Хабировского на Училинский. Вы уж проголосуете там за меня в сентябре, а потом, когда я снова начну кидаться деньгами, деньгами бюджета, может и до вас долетит какая-нибудь ржавая копеечка, дорогие училинцы. Интересно, поверят ли училинцы ему в этот раз и развесят ли уши, и пойдут ли голосовать за дорогого Раде Фаритовича, как их об этом просят депутаты госсобрания, которые там высаживались на прошлой неделе, да и собственная училинская администрация. Пока это загадка, но что-то мне подсказывает, что училинцы тоже читали сказку про поле чудес и страну дураков.